Власть Конечно же, власть понимает, что эти партии старые выдохлись, и людям нужно давать какие-то новые заманухи, простите за это слово. В этом смысле фигура Захара Прилепина, еще раз скажу, мы с ним встречались лично, говорили, нашли общий язык, ну, скажем так, с незначительными расхождениями, с незначительными. Потому что если у человека борьба за правду, он считает, что можно пойти на выборы и что-то победить, ну, я считаю, это утопия, понимаете. Но, тем не менее, человек борется, есть люди, которые с ним идут, тем более Захар, все-таки, как писатель, это просто один из самых, нам очень видных писателей в России, тем более молодых, он чувствует молодежь, в отличие, допустим, от некоторых старых, этих вот, аксакалов, саксагулов, понимаете, он понимает ее, молодежь, он понимает ее. Поэтому я очень рад, потому что Захар взялся за создание своей структуры, партийной или движенческой, сейчас неважно. Поэтому я считаю, что до сих пор, пока не будет явных признаков того, что идет пропутинская агитация, а пока я ее там не вижу, я думаю, что можно отнестись с пониманием к тому, ясно с пониманием к тому, что Захар Прилепин начал создавать партию за правду. Очень хорошее название. А что будет реально, я почему-то напоминаю, это вот, дай бог, я оказался неправ, дай бог. Вот была такая партия Родина, да, когда ее позволили создать, вот, это было просто, тогда еще было достаточно, ну, мощное, можно сказать, даже движение КПРФ, за КПРФ, вот, и чтобы создать спойлер от КПРФ, решили создать партию Родины, которая для людей, которые хотели жизни по справедливости, но вместе с тем не разделяли коммунистические эти все постулаты, вот, и тезисы, вот. Но когда это, скажем так, искусственный симулякор Родины был создан, и когда в нее пошла масса людей, которая приняла эти идеи за истинное, и Родина взяла, по-моему, 20, по-моему, с лишним процентов голосов. Это настолько испугало власть, что она тут же включила тормоза, зажала все это, ну, учетом различных политтехнологий, разбросала партию по разным лидерам, людям и так далее, вот. То есть, как только стало ясно, что Родина набирает силу, и может стать реальной политической силой в общественном политическом пространстве, ее практически развалили изнутри, эту партию. Поэтому, я думаю, что на первом этапе, когда Захару позволят создавать партию, говорить правду, говорить, выступать, вот, туда потянутся люди. Важно, чтобы потом их, с ними не стало то же, что стало с партией Родина. Но пока на первом этапе, я думаю, что есть возможность организации патриотически настроенных русских людей. Хотя там тоже не все ладно, особенно касается Донбасса, но это отдельная тема. Я тут скажу несколько вещей, не очень, может быть, предкорректные. Захар и Прилепин пока еще не политик. Он пока еще писатель, он пока еще частично идеолог. Чтобы стать политиком, нужно пройти политический путь. Вот. Я думаю, что Захар в начале этого пути. Но, в конце концов, ведь и многие, и Деголь не был политиком, и Махатма Ганди не был политиком. Политиком не были, Минины Пожарские не были политиками в нашей истории. Вот. У нас много не было политиков, которые им стали. Мне важно, честность и искренность. Вот. Она у Захара, на мой взгляд, есть. Вот. Поэтому... А что будет на самом деле? Посмотрим, как он будет есть политическую еду, понимаете? Вот если она будет всеядная, тогда на выходе будет то, что всегда обычно на выходе. Если же все-таки удастся или муха из котлет, или овец от Козлища отделить, тогда будет другая история. Редактор субтитров А.Семкин